Когда я полетела в Венесуэло в 2022 году, я была очень напряжена, потому что последний раз я была там в 2018 году. Тогда все было очень плохо. Не было наличных денег, не было продуктов, люди стояли в очередях за продуктами, на улице не безопасно. И единственное, что было более-менее хорошо, это тот факт, что я могла поменять 100 долларов и жить спокойно на месяц. Но это могли бы сделать только люди и не еще доступ к доллару. Но ради чего это сделать, если в магазине не было продуктов? После этого прошло 5 лет и я вернулась домой, но на этот раз в другую Венесуэлу, потому что я не ожидала следующих вещей, о которых я вам расскажу прямо сейчас. Привет, я Кайля, девушка из Венесуэли, которая переехала в Белоруссию и полюбила русский язык. И перед тем, как посмотреть это видео, я приглашаю тебе подписаться на мой канал и на мой Телеграм-канал. А теперь мы начнем. Я помню, когда я покупала вот это, стоила копейка, а теперь стоит 4,37 доллара только вот эта штука. А этот чиз-крим стоит 6,19 долларов. В Белоруссии я могу купить две такие чиз-крим, а еще у меня останутся деньги. Поэтому одна из вещей, которая меня больше всего удивила, этот видит все в долларах. Да, мое удивление еще живо, потому что наша национальная валюта, этот боливер. И все то, что ты покупаешь, абсолютно все долларизовано. Но почему сейчас в Венесуэле осталось все в долларах? Дело в том, что правительство в 2018 году изменило заком, отменив заком, а не заком на отмене, чтобы разрешить использование доллара в Венесуэле. С этого момента компании и люди, имеющие доступ к долларам, нашли работать и планировать свои операции на основе более стабильной валюты. А до этого незнакомные операции с долларом преследовали правительство. Ну все как всегда. Но это не все. Сейчас будет самое интересное, потому что с учетом долларизации в Венесуэле на данный момент можно оплатить в следующем образе. Смотри, она оплачивает боливера. Естественно в боливерах, но по курсу доллара центрального банка в Венесуэле. И тут тоже 50 на 50, потому что на данный момент боливер в наличии тоже мало. Здесь 12 суши, такие большие. И липта такой небольшой, но достаточно для двоих. Итого 6 долларов, но вкусно выглядит. Также вы можете спокойно платить долларами, только здесь возникла проблема с сдашей. Потому что не все есть мелкие доллары для того, чтобы дать себе сдаши или просто не хотят тратить их. Потому что официальных отменных пунктов практически не существует. Как, например, здесь ты идешь в банк и поменялся 100 рублей на доллар или наоборот. В Венесуэле такого нет. Хочу вам сказать, что это просто невыносимо покупать что-то здесь. Даже воды, чтобы попить, потому что здесь нет сдаши. Чтобы попить что-нибудь, 20 долларов нет сдаши. И как я могу купить? Только иметь боливер в карточках, боливер, который революруется каждый день. Большинство используют банковские карты, да. Но не во всем местах есть терминали для платы карты. Например, если ты покупаешь что-нибудь в маленькой деревне, естественно, там не будет терминали, потому что там не будет сигнал. И даже интернета тоже не будет. Поэтому тут тоже проблема. А если вы будете платить картой, то не удивляйтесь, если вам спросят, какой пин-код. Потому что теперь продавец на кассе просит код карты. А ничего, что это секрет нет. В Венесуэле уже нельзя иметь секрет, видимо. А я оплачивала телефонами, ребята. Мобильное приложение через телефон. Поэтому многие предпочитают про средства мобильных платежей. И это если будет в боливерах. И самый важный момент для того, чтобы использовать данный способ, то нужно иметь счет в Венесуэльском банке. И когда у меня не было боливерс и у меня осталось мало денег, я наконец-то подумала о своих белорусских картах. Visa Mastercard в долларах. И вы знаете, что? Да, она сработала в Венесуэле. Но, опять, она не сработала во все магазины и во все терминали. Поэтому, если вы планируете туда ехать, и у вас есть такая карта, то можете спокойно использовать ее. Но, ребята, торговцам все равно, в какой валюты вы платите. Главное, чтобы цена была привязана к официальному курсу долларов, центральному банку в Венесуэле. А остальное все равно. Но тут надо быть осторожны, потому что некоторые продавцы подстраивают цены под черный курс долларов. И это означает, что по курсу центрального банка доллар стоит 24 боливера, а по черному курсу будут стоить 25 боливера. Поэтому мне постоянно пришлось спросить, по какому курсу я покупаю продукты. Это было неудобно, но это необходимо для того, чтобы тебе не ограбили в твоих глазах. Вот. Но, конечно, не все так плохо было, потому что я очень была рада, когда заходила в магазины или в супермаркет и увидела столько продуктов. Учитывая, что 4 года назад прилавки были пусты, сейчас супермаркеты собиты с продуктами. Нет недостатков продуктов, как и нет очередей. И да, туалетная бумага есть. И, конечно же, в ценах указано инициал РФ, который означает ориентировочную цену в фут-долларах. И томатный соус. Я вижу, здесь можно найти хейнс за 2,8 доллар, а 2,19 доллар. То, что меня больше поросило, это майонез, который стоит 8,92 доллара, а это стоит 4,75 доллара. Вот, хлеб обычно 4 доллара стоит, 5 доллара стоит. Можно найти тоже за 3 доллара, если кто-то хочет. За 4 доллара стоит. Обычный хлеб, который хранится. Вот. Вот, смотрите, самый белый хлеб за 1,97 доллар. Вот. То есть экономит больше 0,62, даже не доллар. Вот такие маленькие для сэндвич, только один. Но то, что меня раздражало больше всего, это тот факт, что если из 10 долларов я потратила 5 долларов, и мне говорят, что нет сдачи в доллар, это вообще невыгодно, брат. Таким образом, все равно вы потеряете в деньгах, потому что боливары обицениваются быстро в связи с ежедневными изменениями курса доллара. Вы знаете, когда я приехала в Венесуэлу, доллар стоит 19 боливаров, а потом, когда я уехала, через 2 месяца он стоит 24 боливаров. А именно поэтому Венесуэла находится на втором месте среди стран с самой высокой инфляцией в мире. И не говоря о том, что минимальная зарплата, которую получаю в Венесуэльсе в месяц составляется от 6 до 8 долларов, в том числе от пенсионеров и учителя. Некоторые компании могут платить более 100 долларов и даже до 1000 долларов. Но об этом мы поговорим в другом видео. Это была самая запутанная вещь, которую я видела когда-либо. Но здесь я буду постараться быть максимально точной. Начнем с того, что Венесуэла возглавляет список стран с самым дешевым бензином в мире. И не могу не упомянуть, что 3 года назад покупка бензина была ужасна для жителей. Потому что тогда не хватало для всех, а люди могли покупать только по очереди на основе газономеров. Если на номер на Нанеснаке последние две сифры были 0,1, то это была ваша очередь по понедельникам. Но это не значит, что вам придется стоять в очередь более 5 часов. Ну-ка, часто эта проблема почти и честно. Говорю почти, потому что в некоторых из штатов, например, в Мериде, где живут Джанет и Номар, она до сих пор есть. Но сейчас, чтобы купить бензин, существует две системы. Первая. По международной цене. Через эту систему можешь купить в любой день, в любое время и, самое главное, в весь очередь. А литр бензина будет и стоить 0,50 доллара. А потом наступает самая непонятная система. Суцидированный государством бензин. Здесь ты можешь покупать 120 литров в месяц менее чем за 1 доллар. Я говорила, что Венесуэла занимает первое место по самому дешевому бензину в мире? Да, Карлса говорила. Но для этого необходимо зарегистрироваться в электронную систему, вывести свои данные, а потом искать 1 доллар для того, чтобы оплатить 120 литров бензина и все. Класс, да? И потом, каждый раз, когда вам нужно одолеть бензин, вы просто предъявляете свои печатные пальцы на заправке и из 120 литров заливаете в бак нужные 1 литра. Это все. И единственное, если вы не потратили все за 1 месяц и у вас осталось, допустим, 40 литров бензина в системе, то вы можете использовать его спокойно в следующий месяц. Если дальше будет и так дело, то система будет продавать именно количество литров, которые вы чаще всего используете. Не 120 литров, а, например, 40 литров. Люди, наверное, это не читали или они не написали об этом. Короче, никто не знает, как это контролируется и как это работает. А пока общественный транспорт, например, как автобус, такси и так далее, получаю ежедневно 120 литров бензина бесплавно. А вы знаете, почему? Я не знаю, что с вами сейчас будет. Потому что правительство решило делать так, чтобы они не повышали стоимости проезда. Ничего, что колеса стоят денег, тварь, мотор, тормоз. Это все денег и все в доллары. А если ты меня будешь сдавать бензином бесплатно, а я не могу повышать стоимости проезда, то что мне делать? Да, хитрый подход. Некоторые соливают свои 120 литров каждый день и перепродают его тем, кто в нем нуждается. Понятно, да? А если вы подумали, что продают бензин 92, 95, 98, то нет. Продают бензин, который даже люди не знают, что это такое. Это бензин с водой, это вода с сахаром. Чутко, конечно. Даже севетат каждый раз разный. Красный, желтый, просрашенный и некоторые из-за этого повредили своей машине. Да, люди только знают, что бензин привозят из Ирана. Именно поэтому многие думают, что бензин в некоторых слушая испаряется, даже если автомобиль припаркован в гараже, где даже не попадут солнце. А если кто-то знает, почему так получается, то напишите в комментариях, будет полезно для меня читать ваше мнение тоже. Но у нас нет необходимых производственных мощностей для производства бензина. Все МПЗ очень сильно устарели и нуждаются в глубокой модернизации. Да, Венесуэла страна с самыми большими запасами нефти в мире. В общем, ребята, я была в Испании несколько раз и там купила сим-карты по паспорту. Спокойно. В Беларуси тоже по паспорту или по виду на жительство. Все как по маслу. Но в Венесуэле даже мне не было очень комфортно. Чтобы вы понимали, в Венесуэле всегда было три мобильных оператора. Мобильные, принадлежавшие правительству, Movistar и Digital. Но для того, чтобы купить одну из этих сим-о, в Венесуэле вы должны предъявить удостоверение личности. И не только это. Нужно поставить отпечаток пальца, сфотографироваться и поставить электронную подпись. Такого раньше не было. Но иностранцам сим-ки по паспорту не продаются. Только если кто-то одолжил у кого-то удостоверение личности. А где бизнес? Как мы можем зарабатывать больше, если для иностранца нет возможности купить сим-карту? тут ребята я была очень удивлена, потому что из десяти людей с которыми я разговаривала семь из них перешли из католиков в протестанты религии. Но почему? Большая часть моей семьи в том числе мои родители которые раньше были католические были крещены как верующие христианство. Где они не верят в никакие иконы кресты и даже не крестятся. Но ребята меня не удивило это о том факту что эта религия поменяла очень сильно людей в личности. Люди стали более понимающими более толерантными более верующими в Бога что это очень сильно заметно было когда я с ними разговаривала они постоянно взяли из библии какой-нибудь контекст который там написано. Понятно что в моей стране большинство исследовали религии католические как и я но сейчас в моей стране быть христианином это выглядит более сильнее но почему мне понравилось что многие сейчас христиане это тот факт что многие перестали пить алкоголь естественно мне было очень непривычно смотреть когда мы собирали все место в семье а я купила для себе вино а в часты мои семьи просто либо не пили либо просто пробовали а в другой стороне мне не понравилось в этом религии что многие превращают это к бизнес и я не скажу что все плохие а просто то что я видела и слушала очень много об этой истории что многие пасторы просто используют невидные люди и берут от них денег заметно что у них появляются деньги жизни у них поменяется а это ощущается как бизнес и люди смотрят это с другой стороны как будто каждый раз надо давать деньги пастора поэтому естественно многие хотят и стать пастора чтобы взять деньги и зарабатывать спокойно на жизни только направлять эту религию в этом церкви вот мне это не понравилось что используя обычные и простые люди просто потому что мы хорошие и надо взять деньги постоянно для этого для другого и для другого и почему это так было я думаю ребята что потому что за последние годах которые пережили венесуэльцами это то что им дало надежды и силы для того чтобы перераздаться они увидели в этом религии какое-то спасение какой-то забота хотела верить на что-то другого потому что только трудности в последних годах у них было что надо было верить во что-то и хотели начинать с чистого листа конечно ребята спустя 5 лет я ощутила венесуэла чуть-чуть лучше по сравнению с 2018 году которое было очень тяжело для венесуэльцы очень вы не представляете насколько тяжело было и я рада что по крайней мере люди стараются быть лучше люди стараются идти на работу каждый день все октимисты надежда о том что когда они станут лучше потому что в этом все мы что мы не потеряем надежды и я правда надеюсь венесуэла когда они будут заниматься именно это место которое она заслуживает у нас очень много ресурсов наша природа просто невероятно красивая вы не представляете что у нас есть в нашей стране если вы когда нибудь полетите туда то сами увидите этот красоту я сегодня поделила самые яркие моменты которые для меня до сих пор очень тяжело принимать напишите в комментариях то что вам больше всего удивило то что вам больше всего понравилось то что вам не было понятно то что вы хотите знать больше и конечно подпишите на канал поставьте лайк на этом видео и поделитесь своими друзьями и не забудьте пожалуйста тоже подписаться на мой телеграм-канал увидимся на следующей неделе люблю вас у меня уже горло болит я уже говорю господи до более 5 часов пока пока